Всем привет! Меня зовут Васильев Андрей. Я приехал к вам из Киева из студии Яркий Студио. Маленькая контора, которая занимается аутсорсом и своими проектами на мобильные и социальные сети. Там я занимаю должность лид-артиста. И хотел бы рассказать не про художника, а про эффекты, потому что я занимаюсь, конечно, не только графикой, у меня большой спектр деятельности. И эта тема еще не была затронута сегодня на конференции. Попробуем ее осветить. Надеюсь, есть люди, которые тоже занимаются эффектами. Желательно в Unity, чтобы было понятно, кому и что это посвящается. И если это маленькие студии, которые только начали свою деятельность и готовят свои первые проекты, и им нужно украсить свой проект, добавить эффектов, добавить красоты, то это для них, я думаю. Заранее еще хочу попросить. Компьютер немножко тормозит, поэтому производительность не соответствует реальности. Мы стараемся сделать оптимизированные качественные партиклы. Давайте же начнем. Партиклы в Unity. Давайте определимся, кто у нас пользуется вообще Unity. Хорошо. А есть ли FX-артисты или те, кто собирает партиклы в самой Unity или работает с ними хотя бы косвенно? Ну хорошо, пару человек есть, можно пообщаться. Окей, попробуем вводную часть для тех, кто не знает, и как это все работает. Что такое вообще партиклы? Она же система частиц. Это излучатель объектов. В данном случае обычно всегда это текстуры на плоскости, которые дают нам красивые визуальные эффекты, подражающие то ли реальным эффектам создание эффекта дождя, снега, пыльной бури или еще чего, либо это нереальные эффекты, магия, звезды в космосе и вообще абстрактные вещи, которые не существуют в нашем мире, но добавляют красивый интересный эффект для вашей игры. Тот же портал для конца Unity уровня или любой другой эффект. Как оно работает в самой Unity? В Unity все компоненты могут быть собраны в один объект. В данном случае система частиц – это тоже компонент, который можно повесить на наш объект. У нее есть набор параметров, которые мы будем разбирать сейчас в самой Unity, поэтому я здесь сижу, открою редактор и мы пройдемся по основным его параметрам. Система Unity называется Shuriken, если я правильно произношу. Достаточно гибкая, широкий спектр применения, интегрирована в Unity достаточно хорошо, проблем достаточно мало. Какие у нее основные параметры и как они у нас могут работать, мы посмотрим вживую. Доклад получается немного в формате мастер-класса, поэтому в конце, думаю, если возникнут вопросы, сразу на них отвечу. Итак, есть у нас базовые частицы – Particle System. Я надеюсь, всем видно, если не видно – кричите. Что у нас представляет собой? Огромное количество настроек, все рассказывать не буду. Что важно знать о партиклах? То, что одна система частиц излучает всегда один тип частиц, который мы настраиваем. И чтобы частицы казались более живыми, реалистичными, нам нужно добавлять в них хаоса. Изначально структура слишком однотипная. Все партиклы одинакового цвета, одинакового размера, скорость движения одинаковая. И в Unity есть возможность рандомизации. Мы указываем числовые диапазоны для любого параметра, который нас интересует. Скорость движения, переход цвета, скорость движения частиц и вращения. Мы даже можем позволить себе анимировать каждую частицу за счет текстурной анимации, спрайтовой анимации. Помещая в нее энное количество кадров, будет проигрываться тот же изображение маленького взрыва исключительно в самой уникальной частице. Если мы посмотрим в формате wireframe, мы увидим, что каждая частица – это plane, на котором отображается сама текстура, которую мы указываем. Это основной принцип работы Particle of Unity. Если мы хотим расширять функционал этой системы частиц, если мы хотим добавить новые элементы, то нам нужно создать второй эмиттер, излучатель частиц, в котором будет указан новый тип частиц, новые параметры. Например, мы их дублируем, и у нас уже на сцене есть две системы частиц, абсолютно идентичные. Меняем вторую и размещаем ее как дочерний объект основной системы частиц. Теперь эта группа является одной-единственной системой частиц. И запуская родительскую, мы автоматически запускаем и все дочерние. Неважно, сколько их, как они настроены, всегда будут отыгрываться одновременно. Для удобства редактирования нескольких систем частиц у нас присутствует редактор частиц, встроенный в Unity. Сейчас мы его попробуем открыть. Есть. Что он собой представляет? По сути, идентичное окно, содержащее в себе полный перечень эмиттеров в рамках одной системы частиц. Если нам нужно расширить, нажимаем плюсик, добавляется новая система частиц. Достаточно удобно. Сразу видно все настройки всех элементов. Можно быстро поменять, отследить, как оно меняется в реальном времени и посмотреть на результаты. Это основной принцип. Сейчас попробуем рассмотреть примеры использования. Подготовил три примера. Давайте по порядку. Первый пример это свечение карт в карточной коллекционной игре. В данном случае рассматриваем скриншот всеми известный Hardstone. В чем суть? На скриншоте видно, что есть карта нестандартной формы. В данном случае у нее есть на одной грани овальный выступ, который немножко усложняет нашу задачу. Которая в данном случае есть, это посвятить контур карты частицами для создания эффекта выделения карты, подсветки, магии и всего, что нам нужно для подобного примера. Давайте посмотрим, как это может быть реализовано в самой Unity. Итак, смотрим на структуру. Создал примитивную форму карты с несимметричной формой, выступающими элементами, чтобы нельзя было простыми методами решить контур для нее. Что же мы имеем в итоге? У нас есть сам меш, который описывает форму карты. Есть система частиц. Сейчас отключим лишнее. Итак, система частиц, которая освещает контур самой карты, не заполняя его внутри. Как это реализовано? У нас есть партиклы, которые идут по ее форме. За счет чего? За счет того, что был создан дополнительный меш, который идет по форме карты. Сейчас его покажем. Есть закладка Shape. Это форма излучателя частиц, в которой мы можем настраивать, где же и по каким правилам у нас появляются новые частицы. В данном случае мы выбрали тип формы как меш. Соответственно, мы должны сами подгрузить объект, на котором будут проявляться эти частицы. Так как мы не хотим, чтобы частицы появлялись поверх карты, так как это перекроет текст или изображение, а нужна только контурная подсветка. Соответственно, мы создали дополнительный меш, полностью повторяющий контур нашей карты. Важно заметить, что есть дополнительные настройки, как именно партиклы отображаются поверх формы, на которой они создаются. Если обратите внимание, я выбрал новый тип отображения, отображение по вертексам. То есть анализируется меш, находятся все его вертексы и в точках вертексов будут создаваться партиклы. Дальнейшее их движение настраивается индивидуально, но главное правило это точки появления могут быть выбраны из трех параметров. Вертекс, грань и треугольник соответственно. Либо грань, либо треугольник позволят нам заполнить максимально плотно и равномерно поверхность нашей формы, на которой мы хотим видеть эти партиклы соответственно. В данном случае это будет треугольник. Но, как мы можем заметить, партиклы не покрывают все пространство при таком количестве. Для этого у нас есть метод оптимизации. Мы также размещаем поверх карты дополнительный элемент. Это уже не партикл, это уже просто объект, ее контур. Зачем он был создан? Чтобы сэкономить количество партиклов. Главная проблема оптимизации заключается обычно в количестве. Если мы делаем очень плотный красивый партикл с пятью тысячами элементов в нем, то на мобильной платформе мы получим низкий fps. У нас будут просадки из-за всего лишь контура для карты. Это очень плохой показатель. Поэтому мы находим различные методы оптимизации. В данном случае совмещение с нарисованной художниками рамкой аддитивной. И добавление эффекта свечения при помощи этих самых партиклов с сокращенным количеством элементов, которые они излучают. В данном случае излучается 100 элементов. Есть плохой пример. Визуально он мало отличается. Но мы видим, что у него более плотное заполнение. У него нет подложки, которая бы сияла вместе с партиклом. Но в нем огромное количество элементов излучаемых частиц. Несколько тысяч. Сразу можно сказать, что такой вариант для игры нам не подойдет. Можно его отсекать и перерабатывать полностью на комбинированные элементы. Процесс создания абсолютно простой и не требует никаких особых технических знаний. Но на выходе вы получите аккуратную красивую картинку с приемлемой производительностью. Какие именно партиклы будут добавлять эффект сияния и блеска? Это уже зависит от вашего желания, от вашего FX-артиста. Но главные принципы такие, что экономьте количество излучаемых частиц и количество эмиттеров, которые их соответственно излучают. Чем больше, тем хуже. И не всегда их большое количество оправдано. Не всегда стоит делать многое, чтобы получить красивую картинку. Всегда найдутся методы оптимизации, улучшения, которые не ухудшат ее. Возможно, даже улучшат. Хорошо. С этим, думаю, разобрались. Давайте посмотрим, что у нас идет дальше. Следующим примером у нас идет уже анимация в комбинации с 2D персонажем анимированным. Наша цель здесь будет создать партиклы его выстрела. То есть он там стреляет огненным шаром или еще чем-то. Нужен эффект создания этого шара. И также добавим ему при анимации бега эффект пыли под ногами. Это будет реализовано на партиклах и на эвентах в системе анимации, которые есть в Unity и очень хорошо себя показали и работают без проблем. Давайте сначала посмотрим, как оно выглядит. Есть. Итак, у нас есть зацикленная анимация бега, переходящая в выстрел. И, как мы видим, при касании ноги об землю вылетает некий абстрактный эффект пыли при касании. И при эффекте выстрела у нас действительно создается некий выстрел, созданный из партиклов. Давайте разберем поэтапно каждый из этих элементов, как и зачем он создается. Есть у нас персонаж, построенный неважно на чем. Это могут быть спрайты, это может быть дополнительный ассет, который работает с 2D-графикой. Основная идея в том, что партиклы размещаются внутри скелета и размещаются на тех элементах, где должны быть созданы эти партиклы. В данном случае партиклы создания огня, которые должны появляться на руках, находятся у него на кисти. То есть если нет анимации, мы включим партикл проверить, действительно он там, отрабатывает так, как мы хотим. Аналогичный партикл есть на второй руке. Это часть эффекта, который нам нужен. Полноценный взрыв, который вылетает у него из руки, можно расположить в потенциальной точке, откуда нам нужен сам эффект. Его не обязательно привязывать, можно по анимации сориентироваться, где точка излучения, которая нам нужна. Эффект пыли. Эффект пыли – это всего лишь один партикл, не привязанный к обоим ногам. Для оптимизации используем всего один, потому что в один момент времени у нас никогда не бывает двух ног, касающихся об землю. И только одна выбивает пыль из-под себя. Соответственно, можно сэкономить, взять всего один – уже будет хорошо. Как они активируются и за счет чего это все работает? На персонажа у нас есть анимации. Откроем табличку «Анимации». Итак, здесь есть ключи анимации, которые, в общем-то, нам не важны. Здесь прописана его анимация бега. Если обратить внимание, то на ней есть верхняя серая панель, серая полоса таймлайна, на которой размещены две засечки белые. Они отображают то, что в данный момент времени в этой анимации должно что-то произойти. Что именно мы указываем в настройке эвентов. Это дополнительное меню. Это список функций всех скриптов, которые висят на персонаже. То есть нужно дописать дополнительный скрипт, в котором будет написано, что включить партикл, выключить партикл, удалить его или создать его. В данном случае здесь уже заготовлены примитивные скрипты включения либо выключения определенных партиклов. И в момент касания ноги об землю мы ставим event, который говорит нам, что нам нужен партикл дыма в данной точке, в данный момент. И, соответственно, при проигрыше этой анимации в режиме игры мы увидим результат. В Editor, к сожалению, оно не отрабатывает. Аналогичный эффект используется и для метания огненного шара. У нас развалилась графика, две минуты. Не бывает все гладко. Техническая реализация огненного шара состоит из большего количества событий и большего количества эмиттеров в графике. У нас есть эмиттер огня из руки, из правой, из левой и есть, соответственно, взрыв. На каждый из них нужно индивидуально написать функцию в скрипте, которую мы будем вызывать в нужный момент времени. По реализации взрыва. Давайте отдельно рассмотрим, как он собран и что он из себя представляет. Есть родительский эффект Small Explosion. В нем уже настроено все, что нам нужно. Изменение цвета, изменение размера, параметров. Не вдаемся в подробности, как именно. Я думаю, с простыми параметрами можно разобраться, почитав гайд. Создание бесконечной линии огня, уходящей за экран, реализовано за счет билбордов. Есть у нас разные типы билбордов. Давайте разберемся с ними. Зациклим наш эффект, чтобы можно было его смотреть непрерывно. Да, у нас будет конец света маленький на экране. Итак, есть важная закладка Render в настройках частиц. Здесь есть параметры, касающиеся исключительно отрисовки частицы на сцене, в камере, позволяющие добиться нужных нам эффектов. Эффект растяжения частиц, который мы видим, и луч, входящий за ее пределы, реализован путем изменения типа билборда, который используем. Что такое билборд? Билборд – это плоскость, которая всегда смотрит в камеру по ее дефолтным настройкам. Чтобы выбрать другой тип, у нас есть параметр Render Mode. В нем есть перечень, какие билборды использовать. Обычные, растянутые, горизонтальные, вертикальные, либо использовать Mesh. Использование Mesh – это значит, что у нас партиклы будут трехмерными. Они будут иметь свою собственную текстуру, форму, свой материал. И можно излучать хоть бесконечное количество трехмерных объектов в пространство. Но это не рекомендуется по производительности на мобильных платформах. Это не очень рентабельно. Stretched billboard – он же растянутый. Идея заключается в том, что по параметрам идет растяжение плоскости с изображением. В данном случае настройка стоит на то, что длина партикла будет умножаться на дополнительное число, а ширина будет оставаться такой же. Поэтому будет создаваться эффект того, что партикл растянутый и имеет некую скорость в пространстве и улетает от нас. Также, может быть, он настроен и на скорость движения, и завязан на размер камеры в том числе. Имея разные параметры растяжения, мы получаем либо короткие лучи, которые у нас вписываются в рамки экрана, либо мы получаем бесконечный луч, уходящий за границы и уходящий далеко-далеко за пределы, просто увеличив его размерность, увеличив его ширину. Как мы видим, партикл получился очень огромный, но в то же время все равно экономичный, потому что количество партиклов в бесконечном луче достаточно мало. Что еще можно сказать по поводу этого взрыва? В базовых настройках есть у нас такой параметр, называется emission, излучение частиц, который нам позволяет настроить, как именно мы хотим, чтобы частицы излучались. В данном случае, если мы отключим зацикленность, чтобы понять, как оно все работает на самом деле, в параметрах излучения есть две отдельных категории. Это излучение постоянное, зависящее от времени, сколько частиц за единицу времени будет излучаться, либо же эффект взрыва, burst, который можно настроить таким образом, что в указанное время произойдет взрыв из такого количества частиц, которые мы видим. В данном случае поочередный взрыв из 10 частиц каждые 3 секунды создает нам красивый эффект продолжительного взрыва. Частиц всего 10, но эффект создается весьма плотный и красивый, поэтому, опять же, главное правило, мало частиц не значит плохо. По поводу скрипта, который запускает все эти элементы, покажу вам пример. Совершенно простой скрипт, который может написать любой человек, не связанный с кодом. Это две строчки, которые описывают, что нам нужно запустить указанный партикл. Так что, даже если вы не программист, хотите сделать связку анимация плюс партикл, то вам не требуется помощь дополнительная. Вы сами справитесь, я вас верю. Это очень простая задача. Главное – понять и захотеть. С этим примером пока все. Посмотрим, что у нас есть дальше. Следующий – это партикл для магической стрелы. Какова здесь цель? Нам нужно создать партикл и дополнительные элементы, которые позволят нам отправлять наш партикл или вот эту магическую стрелу, которую мы заготовим, в любую точку противника, потенциального противника, который движется на карте. Мы не знаем конечную точку, поэтому эффект не может быть статичным. Он должен хорошо себя вести при любом позиционировании в сцене, при любой дистанции, которую он проходит. Это отдельная задача, которую сейчас мы с вами будем решать. Итак, у нас есть в сцене потенциальные противники. Четыре сферы зла. Мы будем их уничтожать. Что у нас для этого есть? У нас для этого есть некая магическая сущность, которую мы будем запускать. Итак, так она выглядит в статичном формате. Достаточно легкий партикл. Мало в нем частиц излучаемых. Состоит из четырех эмиттеров, пускай даже из четырех. Для чего сделано? Чтобы разнообразить эффект разными элементами. Сейчас мы его разберем на запчасти, посмотрим, с чего он вообще состоит. Основная форма, которая создается и придает ему форму магического шара. Эффект вылетающих частиц в разном направлении, заполняющие частицы. Обратите внимание, что при их движении они подхватывают направление, в котором двигается объект, создавая такую магическую пыль, следующую за нашим объектом. Каким образом реализовано? Реализация очень простая. Опять же, базовые параметры, не углубляясь далеко, есть один большой удобный параметр – наследование скорости родителя. Если родительский объект двигается вперед, мы указываем, что мы хотим, чтобы дочерние партиклы двигались с неким коэффициентом от него. В данном случае коэффициент 0.1, и у них очень малое наследование скорости, но уже видно, что они пытаются следить за путем движения нашего родительского партикла, эффекта. Соберем это все обратно. Это что касается нашего эффекта. Но кроме него здесь есть дополнительный элемент, который позволяет оставлять красивый шлейф по пути нашей магической стрелы. Реализовывать шлейф путем создания дополнительного эмиттера, который будет оставлять за нами след из маленьких частиц. Нерентабельно за счет того, что если след будет достаточно большим, то будет создано большое количество партиклов. Мы не контролируем сколько. У нас есть лимит, сколько можно быть создано в период времени. Но последствием может стать неконтролируемо большое количество элементов в сцене, которые мы не хотели бы видеть. Это решено другим путем, более оптимальным. Мы комбинируем наш эффект вместе с компонентом, называемым шлейф. Трейл рендерер. Что он делает? Если обратите внимание, он создает один единственный меш, который полностью повторяет движение родительского объекта. Настраивается также масса параметров. Это его текстура, методы смешивания, его размер, его продолжительность существования. Сам компонент гораздо более эффективен, чем использование огромного количества партикл элементов в данном случае. Давайте посмотрим, как это выглядит, если посмотреть это в движении. Если видно, то у нас как раз реализованы все те методы, о которых мы говорили. У нас есть шлейф за нашим магическим элементом, который показывает его изначальное направление. У нас есть мелкие частицы, которые имеют наследование скорости от родителя и следуют за ним к нашему противнику, растворяясь в воздухе. И у нас есть базовый объект, вот эта самая горящая сфера, которая не меняется в зависимости от направления, движения и любых других факторов. Перемещение между точками реализовано программным путем. В данном случае использованы твины, если кто знаком. Это скрипты, которые позволяют динамически направлять и всячески изменять любой объект в сцене, который нам будет необходим. Поэтому, если даже я сейчас пересортирую сферы и расставлю их в других позициях, все останется точно так же и наши противники будут повержены в любом случае. Сделаем ради эксперимента изменение позиции. Ха-ха, ничего не сработало. Все поломалось. Общая идея остается такой же. Не будем вдаваться в скрипты, все-таки разбираем партиклы. Что касается траектории полета партикла, это уже задача дополнительных ассетов работы программиста, которые смогут дать ему более хаотичное движение, добавить ему траекторию полета. Может быть, он летит по дуге или по синусоиде. Это все уже будет касаться технических аспектов того, как будет это реализовано путем программным. Вот такие базовые элементы у нас есть. Базовые схемы сборки для различных ситуаций. Сборка карты с подсветкой достаточно примитивная, но оптимальная. Есть у нас анимированный персонаж, у которого срабатывают ивенты в нужные моменты, когда нам нужно получить тот или иной эффект в определенный момент времени. Давайте вернемся к базе, к перечню. И, соответственно, есть у нас вот эта магическая стрела, которая обладает свойствами шлейф, параметры наследования родительской скорости и, соответственно, движением в любую точку сцены без потери качества и визуального изменения ее. Давайте пройдемся по общему перечню того, как стоило бы делать с технической точки зрения партиклы. Не стоит использовать только партикл для решения конкретной задачи. Всегда, я думаю, найдется комбинация, которая может позволить сделать лучше, оптимальнее и красивее. В данном случае на примере карт, да, это была подложка плюс сияние. Это не чистый партикл, экономия на количестве и получение такого же результата. Важный второй аспект, который неоднократно повторял, это оптимизация количества частиц. Никогда не делайте больше, чем нужно. Делайте максимально маленькое количество частиц. Вы добьетесь хорошего эффекта. В любом случае, главное, не перестарайтесь. И также это касается количества самих излучателей на сцене. Это прямо пропорционально связано с количеством частиц. Больше излучателей, больше частиц. Старайтесь использовать один там, где это возможно. В данном случае бегущий маг или паренек, которого вы видели, стреляющий огнем, у него всего один источник пыли на ногах. Потому что касание и эффект происходят всего лишь один раз в единицу времени. Нам не нужно его дублировать, повторять. Это лишняя потеря производительности. Часто встречающиеся проблемы при частицах не так много, но они есть и легко решаемы. Первое, часто встречающиеся в Unity, если излучатель частицы попадает за пределы видимой зоны камеры, скорее всего, просто за пределами камеры, то пропадают и сами частицы, которые были им созданы. Например, если мы видим падающий дождь, а излучатель был за пределами камеры, он пропадет. В чем может быть причина? В основном это связано с размерностью. Есть параметр у всех объектов в Unity, это scale, размер. Если у эмиттера частиц scale не равен единице, обычно это приводит к тому, что у него нарушаются просчеты в рамках камеры. Что она отсекает, что она не отсекает. Поэтому перепроверьте. Скорее всего, это простая ошибка, решаемая размером. Следующее, это борьба частиц, если по глубине создается некрасивое дрожание эффекта. Если, тем более, частицы контрастные, мы видим резкое некрасивое перещелкивание между ними. За счет чего это обычно появляется, если у нас все частицы созданы в одной точке, в одну единицу времени. И сортировка по глубине не отрабатывает, как нам хотелось бы. Несколько путей решения этого вопроса есть. Есть параметр sortingfuge. Это параметр, позволяющий указать, какая приоритетность у источников частиц будет. И есть второй параметр. Это сортировка частиц в рамках одного источника по возрасту создания, либо по глубине. В данном случае по глубине не сработает, потому что они в одной точке. И третий, немаловажный, это скорее визуальный артефакт, который есть, это частицы, когда пересекают любой физический объект, меш, они пересекают его не обтекая мягко, а жестко врезаются в его форму, и мы видим, как красивая сверкающая звездочка наполовину торчит из кубика какого-то. Это очень некрасиво, неприятно. Если мы хотим избежать этого эффекта, то есть несколько путей решения. Либо мы разносим их по глубине в самой сцене, либо мы назначаем одному из объектов, то ли излучателю, то ли объекту, шейдер, имеющий приоритет в отрисовке, либо наоборот, минус к отрисовке. То есть он отрисуется на секунду раньше, абстрактную, либо позже того, что нам нужно получить. В зависимости от того, хотим мы видеть эффект перед объектом или за объектом. Это самые распространенные проблемы и, в принципе, их решения. Напоследок хочу рассказать, с чего стоит начать, к чему стоит обратиться и посмотреть. Это платные ассеты на AssetStory. Я не их создатель, просто хочу рассказать о том, какие они хорошие и молодцы. Cartoon FX Pack – это набор базовых частиц, которые уже за вас заготовили, сделали добрые люди. Очень хорошие наборы, в них есть свой редактор частиц, в них уже собраны всевозможные комбинации. И получив их, мы можем отредактировать их, сделать аналогии для себя и, внося минимальные правки, адаптировать под свой проект. И также второй ассет – это Particle Playground. Это дополнительная надстройка, это целый большой сложный редактор частиц. Если вы уже освоили базовые частицы, и вам этого мало, и вы хотите работать с частицами, которые имеют турбулентность, имеют зависимость от внешних физических параметров, ведут себя крайне реалистично или имеют сложные системы поведения, то вам сюда вы можете воспользоваться Particle Playground. Он позволяет существенно расширить и так немаленькие параметры для частиц. На этом, пожалуй, все. Если у вас будут вопросы, я с радостью отвечу. Спасибо большое, Андрей. Вопросы есть? А у кого еще есть? О, отлично. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, насколько на практике эффективно редактировать готовые решения, которые есть у вас в от Стори? Давайте встану, чтобы меня лучше было видно. Спасибо за вопрос. Редактировать готовые решения на примере Cartoon FX я считаю актуальным, потому что там собраны почти все случаи использования в играх. То ли в казуальных, в социальных или в более продвинутых. Конечно, редактирование затратит ваше время, но гораздо меньше, чем вы бы создавали с нуля, если тем более у вас малый опыт работы с частицами. А фактор стилистики не мешает? Фактор стилистики. На примере видно было, что они были мультяшными. Если хотите более реалистичные, тут вопрос текстуры и изменения параметров, которые в них есть. То, что они закручены в магический портал, но портал нарисован под мультяшную стилистику, вопрос перерисовать текстуру и откорректировать параметр так, чтобы оно было приемлемо с данной текстурой. Работа достаточно короткая, чем создание с нуля. Спасибо за доклад. У меня к вам три вопроса, у меня по одному не бывает. Вопросы по вашему опыту работы именно с мобильными устройствами. Что, на ваш взгляд, больше влияет на производительность? Fill rate? Ну вот именно место, которое заполняют частицы или количество частиц? Ну то есть есть смысл делать эффекты с более крупными частицами, но меньше их количества, либо лучше все же делать больше частиц, но более мелкие по размеру. Это первый вопрос. Второй. Не замечали ли вы каких-то просадок в производительности, если использовать разные шейдера типа Multiply, там есть Additive, Multiply и прочее. Если замечали, то какой из них, по вашему мнению, самый приемлемый, меньше всего просаживает? А третий вопрос какой-то был, но я его забыл. Поэтому давайте ограничимся. Ничего страшного, вспомните. Давайте отвечу на второй, пойдем в обратном порядке. Методы смешивания в частицах. В Unity для этого реализованы отдельные мобильные шейдерап, дублирующие полностью функционал PC-версии шейдеров для партиклов. Это тоже Additive, Multiply, двойной Additive или двойной Multiply для более усиленного эффекта. Они адаптированы специально для мобильных эффектов, срезают часть функционала, оставляя в принципе визуальный ряд почти без изменений. За счет них можно получить плюс производительности по сравнению с использованием стандартных базовых шейдеров. По поводу первого пункта касательно филрейта и количества частиц. Если мы редактируем партикл и не меняем его общую площадь заполнения, то есть в среднем он заполняет четверть экрана, неважно, большие у него частицы, либо маленькие, то вопрос скорее в их количестве. Потому что общий филрейт, я подозреваю, будет таким же. Потому что отрисовка их занимает все равно один draw call. Если это один материал, поэтому филрейт будет играть большее значение. Соврал. Два ответа дал на один вопрос и оба разные. Ответом будет то, что количество будет иметь большее значение. Ну вопрос скорее был, давайте, раз, оба в FX-ере, да? Есть взрыв, допустим. Взрыв я могу сделать большими частицами просто свечения, могу сделать много маленьких. Это не по технической части. По технической части понятно, что якобы вроде как влияет количество частиц больше, потому что филрейт якобы вроде как. Но по вашему опыту не замечали ли вы конкретно какие-то особенности? Потому что очень интересные наблюдения иногда бывают, и не могу пока отловить за счет чего. И я вопрос вспомнил третий, сразу же его задам, раз уж мы про draw call заговорили, как бы его правильно сформулировать. А, да, любой эмитер. Что больше опять же влияет, количество draw call'ов или количество частиц? Вот тут тоже важно. То есть в принципе у нас 200 партиклов и 10 партиклов, это один draw call. Соответственно, они выведутся за один реально по времени, за эту там мили какую-то, мили-мили-секунду, либо те, которые будут побольше, будут выводиться подольше. Это опять же на вашем личном опыте, потому что чисто в теории я знаю. И про шейдера я тоже знаю, мне немножко не это интересовало. Мне опять же интересовало ваше наблюдение, потому как я даже знаю, как они написаны. Вопрос именно в том, замечали ли вы какие-то просадки, допустим, у мультиплая на мобильниках, конкретно на мобильниках, относительно того же аддитива или трансперенции. Особенно интересно трансперенции относительно всех мультиплаев и аддитив. Вот этих вот. Я понял. Данное исследование не проводил достаточно точно, чтобы сказать точную статистику и сказать аддитив быстрее мультиплая, либо наоборот. Такого ответа у меня нет, не смогу сказать. Но насчет трансперенции могу сказать, что на iOS очень важно количество прозрачных объектов на сцене. Он хорошо работает с мешами, которые не прозрачны. Отрисовка идет быстро и качественно, без вопросов. Проблемы в основном идут за счет прозрачных объектов. И если у вас будет 3D-меш без прозрачности, он будет отрисовываться и работать быстрее, чем плоская большая картинка с прозрачностью. Это относится как к партиклам, так и к любым объектам сцены в принципе. Спасибо. Еще есть вопросы? Ну очень много новых слов, особенно для истинной блондинки я услышала. А, есть. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Есть ли возможность при работе с партиклами на Unity заставить партикл или эмиттер, частицу яркую, освещать environment, чтобы на материале свет свечения нашего эмиттера отображался как динамический источник света? Есть такая возможность? Я понял вопрос. И если нет, то как вы подсвечиваете партикл? Как вы решаете проблему, допустим, источник света, огонь, маленькие искры, чтобы от каждой искры, может быть не на мобильной платформе? Я понял. Опыт имеется больше на мобильной, поэтому скажу мобильное решение, не отвечу на вопрос реализации свечения в той же консоли или PC. Скорее всего, это решается при помощи дополнительных ассетов для систем частиц. Подозреваю, что именно партикл плейграунд позволяет иметь динамический свет от каждой частицы. Надо проверять. Что касается мобильной реализации, обычно просто помещается дополнительный источник света с анимацией, параллельно идущей с частицами. То есть, если частица взорвалась, внутрь положили источник света, сработал в нужный момент и осветил тот участок, который был интересен нам. Это дешевое решение вопроса для мобильных скорее. Еще. Добрый день. Спасибо вам за доклад. Уже все так говорят. Смотрите, меня интересует вопрос. В вашей студии кто принимает решение, как должны выглядеть частицы в конкретном случае? Визуально? Визуально совершенно верно. Визуальная стилистика лежит на мне. Я создаю общий стиль эффектов. Потом на общем собрании обсуждаем, насколько они вписываются в проект. А на каком этапе это обсуждается? Ну или принимается решение? Обычно это уже обсуждается в стадии продакшена. Мы не создаем партиклы до того, как мы не увидим, на чем они будут происходить. Если у нас нет финального персонажа, фона, то стилизация не используется в данный момент. То есть мы знаем, что там будут партиклы. Да, мы готовы к этому, но не работаем над тем, пока мы не увидим готовую картинку, чтобы с ней работать в финал. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, у меня вопрос достаточно короткий. Кто должен вообще заниматься визуальными эффектами? Потому что там есть в команде, как правило, там, не знаю, кодеры, аниматоры, фиксеры. И вот кто, кто… или это зависит от ресурсов, то есть от количества, там, я не знаю, проектов, или, там, от проекта зависит, если это инди-разработка, то кто это сделает, либо это, там, кодер делает, либо, там, аниматор. Вот, то есть чья-то обязана сделать, ну, не говоря уже о больших проектах, когда, там, идет разделение, там, на фиксера, на кодера, там, и аниматора. Да, я понял. Спасибо. Спасибо за вопрос. Тут прозвучал человек, занимающийся FX. Возможно, имели в виду просто художника, потому что если есть человек, занимающийся FX, любыми эффектами, то он будет заниматься и партиклами в том числе. Отдавать работу программисту не рекомендуется, потому что никому не в обиду, но у художников больше художественного вкуса на визуальные эффекты, чем у программистов или геймдизайнеров. Поэтому люди, связанные с созданием визуального графического контента, больше подходят на создание партиклов. Желательно, конечно, их обучить этому, как это делается, но они смогут визуально более красивый и приятный эффект создать. Дать им базу о том, как это оптимизировать, и они смогут создавать. И еще один такой вопрос по поводу VFX-артиста как такового. То есть на просторах украинского геймдева, как часто встречаются на студиях VFX-артисты, и вот откуда, допустим, человек может прийти и заниматься… То есть, как говорил Александр, это тот же самый 3D-шник, который делает все. Либо это может быть независимый специалист, который занимается именно целенаправльным VFX. Я понял. Обычно отдельные специалисты по визуальным эффектам встречаются только в крупных студиях, и то не всегда. Что касается как попасть, как стать, тут вопрос скорее, что человек должен изначально иметь какую-то комбинацию навыков. Художник, который всегда рисовал фоны, и переквалифицироваться в человека, связанного с визуальными эффектами, динамическими, активными, сложно достаточно. Поэтому, если есть опыт анимации, это огромный плюс, и динамический визуальный эффект будет получаться у него гораздо лучше, и он может претендовать на эту роль, имея базовые художественные визуальные какие-то навыки и имея навыки аниматора. Спасибо. Еще есть вопросы? Я, к сожалению, не могу поддержать тему. Я отношусь к тем ненавистным продюсерам, которые не знают, что такое партиклы, шейдеры и бла-бла-бла, но у нас есть Богдан. Нет, у нас есть чат, и там знатоки собрались, вот они нас задавали вопросы, сейчас дружелюбные профессионалы. Хотелось бы узнать по поводу неправильного Z-буферинга и неправильного порядка отображения полигона с полупрозрачными шейдерами. Пол, вопрос такой, если можно, кратенько. Рассказать техническую сторону, как оно все происходит на самом деле? Почему, да, почему неправильно? Наверное, такой был вопрос. Если приоритеты у излучателей частиц абсолютно одинаковые, соответственно, не настроенные просто изначально, и частицы являются в одной точке, то система технически не может решить, в какой момент времени какая будет отрисована первой. В принципе, это часто встречающаяся проблема. То есть в данную секунду она будет отрисована первой, в следующую секунду она уже будет отрисована второй. И за счет этого будет создаваться мерцание, неприятный визуальный эффект. То есть это базовое то, что я могу ответить. Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Правильный просчет очень сильно нагружает систему. Хотелось бы узнать, появились ли алгоритмы, которые исправляли бы эту досадную оплошность. Насчет Unity я не могу сказать, что такое правильный просчет. Там есть всего одна система сортировки и ее параметры. Поэтому мы отталкиваемся только от нее. Что касается других движков, я не думаю, что есть правильная система. Весьма смутно могу сказать. То есть то, что есть, решается готовыми параметрами и не нужно придумывать новые методы сортировки для решения простых вещей. Хорошо. Влияет ли оптимизация текстур частиц на производительность партикла или она незначительна при условии, что количество партиклов одинаковое, которые имитятся? Если изначальная текстура, которая используется для частицы, была создана большого размера, 1024-248, то есть достаточно большие поверхности закрываются этой текстурой, то, конечно, ее компрессия или изменение размера может повысить производительность. Хорошо. И такой вопрос немножко дублировался уже. Три маленьких эмитера или один большой? Что выгоднее? Технически реализация одного эмитера вообще по здравому смыслу выгоднее. Зачем создавать три разных эмитера, делающих одно и то же, в одной и той же точке пространства? Для них, скорее всего, понадобится вот как раз сортировка приоритетности и другие параметры, если один эмитер справляется с такой же задачей. Три эмитера важны в том случае, если каждый из них выполняет свою роль. Один — это заполняющая форма, второй — это мелкие частицы, вылетающие в стороны, третий — это лучи сияния, улетающие в разные направления. И тогда это осмысленно, имеет смысл улучшать, добавляя дополнительный эмитер со своей функцией, чтобы у него было какое-то предназначение. Если это просто одинаковые частицы, один эмитер, и будет все хорошо. Хорошо, спасибо. Это все вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова